Радио 13. 3W. Radio13.ru. Жизнь прекрасна и удивительна. За гранью реальности. Здравствуйте, дорогие. В моем эфире все? Да, конечно. Здравствуйте, Фатима. Наконец-то вы до нас добрались, добирались по нашим московским чудесным пробкам. Но все-таки вы в студии, и это не может не радовать. Ну что, Фатим, у нас слушатели оборвали просто все наши контакты, которые у нас есть. И, скажем так, начнем разговор, наверное, не с вопросов наших слушателей, а с тех, которые мы с вами обсуждали за эфиром. Вот так вот. Ну что, друзья, поехали, как говорится. Жизнь прекрасна и удивительна. Это слоган нашего радио. Нашего Радио 13. Фатим, вот что такое, скажем, ясновидение? Многие знают, ну или, по крайней мере, догадываются, да, и могут себе представить. А что такое яснознание? Ну вот, лично я, например, услышала только вот с экрана телевизора от вас. Вот. Подскажите нам, пожалуйста, что же это? Ну, на самом деле, сейчас идет эпоха перемен. И любые нововведения, новые вещи, они... Это хорошо забытые старые вещи, да. Я вам приведу маленький пример, Яна. И чтобы это было понятно всем телезрителям, слушателям вашего радио. Все очень банально и очень просто. Я люблю русский язык. Так. Я внимательно слежу за тем, что там происходит. Яна, вы меня видите? Да, конечно. Вы меня ясновидите? Очень. Яна, вы только что себя объявили ясновидящей. Ага, так. Это не может не радовать. Да, то есть это понятие такое, которое обладают все. На самом деле, это не ясновидение в понимании людей, правильно? Это видеть то, чего не видят другие. Но опять же, это видеть. А есть понимание, это более древнейшие такие традиции, ясно знать. То есть это в какой-то момент просто с тобой случается. И поверьте мне, большое количество людей, радиослушателей, они знают это. Каждый испытывал состояние. Блин, я знаю. Ну, вообще, да, откуда. Очень часто это называют интуицией, да, или говорят, вот что-то такое, раз, со мной приключилось. Интуиция объясняется словом «чувствую». Ага, да, да, наверное, да. А это я знаю. Я пока не знаю, откуда, но я знаю. То есть что такое яснознание? Это когда чётко ты можешь полученные знания ясно интерпретировать. Ясно конкретному событию обосновывать и использовать. То есть состояние нахождения в потоке, потоке информации, который ты получаешь, ну, как антенка работаешь. То есть, я так понимаю, получение информации вот просто приходит в тот момент, когда подключаешься к этому потоку, да, вот к информационному потоку. Это случается при введении определённого кода или вхождении в определённое состояние. И для этого нужно антенку свою настраивать. То есть, по крайней мере, настраивать само себя. Так, вы сейчас у нас заинтриговали. Ну, скажем так, откуда вот происходит вот эта вот настройка? То есть, может ли это, вот любой человек может подключиться к этому каналу или как? Ян, ваше радио слушают не любые слушатели, да? Нет, конечно. Ваше радио слушает уже подготовленный слушатель. То есть, человек, который готов и который интересуется этим всем. И эти люди уже давно понимают, что мы состоим не просто, да, из тела, там, интеллекта, там, как некоторые говорят, ауры, эфира, да? На самом деле, в нас есть более ценная такая составляющая, как душа. Не могу не согласиться с вами. И вот все остальные тела, которые есть вокруг нас, они помогают для реализации души. И душа реализуется с учётом тех знаний, с которыми она пришла. И вот поэтому настройка происходит именно через вот этот центр. Через место вот здесь, которое все телезрители видели, куда я прикладываю руку. Да, да. Это как раз и есть центр и место, где находится наша душа. И именно она соединяет нас с тем, по тому вай-фаю, с тем интернетом, который бесконечен. И оттуда берётся информация. И она берётся конкретно для какого-то либо события, либо человека, либо для разбора ситуации. Понятно. Вот эти вот разговоры о том, что действительно вокруг Земли есть информационное поле, они, я так понимаю, далеко не просто так, да? Вот они действительно, это факт, это вот действительно есть и так далее. Или как-то вот нет. Вы как-то мелко берёте вокруг Земли-то. Земля-то это лишь только часть. То есть, скорее, я так понимаю... Целого. Ага. Так. Вся наша Вселенная – это информация. Каждый волк, ну, каждый атом – это информация. Поэтому это не вокруг, это внутри нас. Информация вся находится внутри нас. И когда мы себя хорошо подготавливаем к этому, настраиваем, кто там затачивает эту антенночку, кто-то её ставит в баночку с водой, кто-то в землю зарывает, заземляет, да, тогда мы получаем максимально чёткую информацию. И главная задача – не получить её извне, а получить его внутри себя. И только тогда срабатывает тот правильный баланс. Скажите, Фатим, а вот когда приходит знание о человеке или о ситуации различной, приходит ли знание о том, как это исправить? Ну, вот если ситуация нестабильна, ситуация требует какого-то исправления, да, вот приходит ли знание, как её исправить? Вы сказали сейчас, Яна, самое ключевое слово в случае необходимости. В большом количестве, в большом проценте обращённых людей, то есть людей, которые обращаются за просьбой, задача состоит не в том, чтобы найти ответ на решение его вопроса, а помочь этому человеку увидеть причину, которая его привела к этому, и фактически исцелить эту причину, то есть исправить ту ошибку, которая была в прошлом. И тогда у него, его будущая картина, она разворачивается по-другому. Я вам это скажу, чтобы было более понятно. Так я не говорю ни на одной радиостанции, не говорю ни в одном эфире, только лишь потому, что у вас подготовленная публика. Дело в том, что это только здесь, и у нас поступательное время, и одно как бы один срез пространства. Когда занимаешься немножко глубже, и то, чем я занимаюсь, это в один момент времени ты смотришь и настоящее, и прошлое, и будущее. И в этот момент времени как раз можно увидеть, что привело человека к этой ситуации, и как можно её разрешить. Но я не разрешаю эти ситуации за них. Я помогаю им так выстроить себя и так услышать себя, чтобы самостоятельно они решили этот вопрос. Тогда это считается более качественной, высокой работой. Более корректной, естественно, да? А корректность и эзотерическая этика – это первые принципы, по которым я живу. Так, очень интересно. Нет, действительно интересно, потому что, несмотря на то, что мы всё-таки, как вы сами говорили, уже подготовленная публика, но так или иначе мы… Ну, данная передача у нас существует не так давно, и всё-таки мы только в начале пути. Я думаю, что с последующими эфирами будем узнавать всё больше и больше и больше. Ну, так или иначе. Вот, Фатим, скажите, у нас как-то слушатели задавали такой вопрос. Правда ли, что будущее, оно многовариантно? И человек в каждую секунду своего существования стоит вот как бы при том самом камне, да, налево пойдёшь, направо пойдёшь или прямо пойдёшь? Или это не так? Абсолютно правильно. Абсолютно верно, да? Есть вещи, которые реперные, есть точки, которые очень важны, и как бы ты ни обходил этот камень, слева направо, справа налево, с левого плеча плюёшь, с правого плеча, потому что ты всё равно попадёшь именно в эту точку. Это всё равно будут выстроены лабиринты, коридоры, в которые ты попадёшь для решения вопроса. А в основном, больший процент жизни, больший процент событий человек формирует от самого себя, от своих поступков. Это абсолютно правда, Ян. Если вы стоите ровно, смотрите вперёд, да, впереди находится город Иерусалим, да, Израиль. Вы разворачиваете назад, там стоит Египет, Арабский мир, правильно? Ну да. То есть в разных направлениях у нас разные страны. Я вот с той позиции вам рассказываю. То есть куда он пойдёт, он пойдёт же совершенно в другое место. Конечно. Вот то же самое от принятия решения. Вы можете развернуться на 360 градусов, на 140, на 51 градус, да, и именно то направление, которое вы выберете в момент принятия решения, это и даст вам тот результат, к которому вы придёте. Но точка-то, вот как вы сказали, реперная точка, она всё равно существует? Да. То есть в любом случае, получается, по какой бы дороге ты ни пошёл, ты всё равно придёшь туда, поскольку... Именно к той точке, которая является важной реперной. Ага. Но только в разном качестве, я так понимаю. То есть можно прийти к точке, например, поступления в ВУЗ со своей любимой профессией через 10 лет. Я объясню на примере, что было понятно всем телезрителям. Девочка заканчивает школу, родители говорят, тебе нужно срочно поступать на экономический факультет, сейчас это модно, перспективно, финансисты, экономисты нам нужны. Девочка идёт, хотя её душа сопротивляется, но не любит этого. Ну да, это часто. Она учится, получает диплом, идёт работать. Идёт работать. С чем она сталкивается? Она сталкивается с головными болями, она сталкивается с болезнями. У неё постоянно ощущает эффект давления. Это реальность, давят и внешние обстоятельства. До тех пор, пока она попадает ко мне. И мы начинаем с ней играть, разговаривать. А что тебе интересно? А что ты можешь? А как это? То 5-е, 20-е. И мы находим ту вещь, что эта девочка безумно любит цветы. Что она умеет делать. Такие композиции, которые, в принципе, интересны и важны. На сегодняшний момент, могу сказать, это достаточно известный флорист в Москве, которая участвовала в конкурсе флористов и заняла достаточно почётное место. Головные боли прошли сразу. То есть её рэперная точка была, это занять место во флористике. Но она потеряла, дойдя до него, 7-8 лет. Но она пришла к нему. Отличный пример. Фатим, вы знаете, у нас уже пошли звоночки. Давайте попробуем принять. Алло, алло. Добрый вечер всем. Добрый вечер. Добрый вечер, Фатима. Добрый вечер, ведущий. Всем привет. Фатим, наденьте ушки. Сейчас, секундочку буквально. Наденьте, пожалуйста, ушки, чтобы слышно было звонящего. Как вас зовут, подскажите. Меня зовут Марина. Звонок из Краснодара. Ох, Краснодар на связи. Здравствуйте, Марина. Специально вопрос для Фатимы. Чего подготовили? Давайте. Ну, вот, наверняка же, Фатима, вы смотрели предыдущие сезоны битвы экстрасенсов. Вот вы болели за кого-то. Был ли у вас фаворит какой-то? Ну, сказать, что не смотрела, будет неправдой. А сказать, что внимательно смотрела, это тоже будет не истина. Мне всегда было интересно не болеть за кого-то, а смотреть, как они это проходят. И каждый раз каждый участник этой битвы показывал свои результаты. Мне интересно было посмотреть на их раскрытие. И каждый раз это были разные люди. А вот сейчас вы с кем-то общаетесь, может быть, из участников предыдущих? Конечно, конечно. Да? Конечно, общаюсь. Но уже общаемся более на профессиональной сфере. Маринечка, спасибо, что вы позвонили. Спасибо большое, Марин, вам. Ну, я думаю, что вы выяснили для себя. Спасибо большое, Марин. Друзья, если вы хотите позвонить в студию Радио 13, это можно сделать по телефончику 926-313-2013. Это телефон в Москве. И телефон в Санкт-Петербурге 812, код города 309-05-89. Телефончик. Ну и присылайте, конечно же, свои смс-очки на номер 4345. С коротким словом, Радио 13 в начале вашего сообщения. Вы знаете, Фатим, вот в нашей группе ВКонтакте много присылают различных сообщений. И, например, вот от одного из наших ведущих, Кирилла Знецова, вопрос такой, но я уже даже не знаю, как вы его прокомментируете, помирятся ли лучшие друзья. Вот такой вот вопрос. Ну, я так думаю, что, ну, не знаю, я на вашу откуп дам вам. Чьи, друзья? Кирилл, пожалуйста, уточни. Вот так вот. Ну что ж, друзья, пишите, задавайте ваши вопросы, а мы уже по мере нашей возможности будем их задавать Фатиме, а вы уже, соответственно, будете слышать ваши ответы. За гранью реальности. Ну что, продолжаем разговор, друзья. Фатим, а вот скажите, пожалуйста, а бывают ли такие моменты, когда человеку, ну, нельзя помочь в его ситуации? Да? Бывает, да? Обязательно. Жалко, что обязательно. К сожалению. Ну, правда, жалко, действительно так. Хорошо. А вот мы заговорили же про этику. Скажем так. Яна, почему вы не спросили, почему? Ну, потому что вы как-то так безобилизационно сказали, что вот нет и всё, вот бывает и всё. Просто бывают ситуации, в которых невозможно помочь, потому что человек зашёл уже за точку невозврата. То есть уже поздно. Бывают ситуации, когда человеку невозможно помочь, потому что это ему не надо. Вот да, да. Это, мне кажется, вообще очень часто, да, бывает. Третий момент, это когда человек просто этого не хочет, а для общественности, для родителей, социальная отмазка такая, я же всё-таки делаю, я всё-таки меняюсь, он этого не хочет. В таких случаях, конечно же, помочь невозможно, и я считаю, это нарушение свободы воли, опять же. Для меня самый тяжёлый случай – это точка невозврата, когда ты не можешь помочь только лишь потому, что нет времени на это. А лимит жизни закончился. А вот, кстати говоря, о таком вот явлении, как принцип невмешательства, вот он… Он соблюдается. Он соблюдается. И этот принцип невмешательства, в принципе, в моей работе, он с каждым человеком происходит и до сих пор. Всё зависит от той доли невмешательства, которую ты делаешь. Помните, я вам сказала, я не вмешиваюсь в решение вопроса или в принятие даже самого решения. Я создаю такое пространство, в котором человек сам принимает это решение, доходит до этого, и тогда уровень ответственности остаётся его. И поэтому это очень важно. Скажите, ну это же такой спорный вопрос. Я имею в виду, что вот бывает такое, что происходит некая ситуация, вы являетесь наблюдателем этой ситуации, и по большому счёту вы её можете решить, да? И там и от вас зависит немного. Но, я не знаю, я вот слышала такое мнение, что пока не попросят, пока не придут, не надо вмешиваться. Так ли это или нет? Ян, если вы видите, что ребёнок лезет в газовой плите и сует руку в газ, вы разве будете спрашивать разрешение ребёнка? Можно тебе помочь? Нет, конечно. Вы его за шкирку хватаете и относите от этого. Вот я вам ответила на вопрос. В этих ситуациях я всегда рядом, я вмешиваюсь, я не спрашиваю ничего разрешения. Понятно. Вот, собственно, это я не хотела услышать, да. Вопрос в нашей группе ВКонтакте. Как развить в себе способность? Виктория Силантьева задаёт вопрос. Вот девушка видит вещи и сны, она пишет это, знает заранее, что произойдёт, чувствует вторжение в собственный внутренний мир извне. Яна, надеюсь, что вы её, естественно, поймёте. Ну, я просто зачитываю то, что она говорила. Яна, это самый распространённый вопрос, самое первичное желание у всех людей, когда они сталкиваются с нами. То есть с теми, кого они считают нестандартными, да, людьми. Это скажу сразу. Виктория, отвечаю не только вам, но отвечаю всем. Развить способности невозможно. Можно развить только себя. для того, чтобы максимально чётко слышать те дары, которые есть у тебя. И развивая себя, вы будете реализовывать это. Очень тонко и красиво. Однозначно. А что для этого надо делать? Потому что вот различные исторические практики предлагают различное. И человеку очень сложно потеряться, на самом деле. Одна школа одно говорит, другая другое, третья третья, да, РПЦ четвёртая. Как вот не потеряться в потоке этой информации? В самом начале я говорила, есть у нас самый главный центр. Центр управления. Это душа. И я не поверю ни одному, только лишь потому, что я ясно знаю, что каждый человек действительно слышит и чувствует и понимает, что его, что не его. Все духовные практики, они нацелены только на одно. Развить свои собственные способности, чувства в ней, видения. Понимаете? И только душа человека конкретного позволит ему ощутить, я даже скажу как, его направление или нет. Для кого-то подходит йога. Для кого-то йога может стать смертью. Ну, да, наверное, наверное. Очень много случаев, да. Для кого-то безумно хорош Оша. Но тот, кто немножко понимает, тот знает, что Оша – это провокатор развивающихся душ. Его тоже нужно уметь читать между строк. А мало того, не брать его как руководство к действию, вот как написано и делать, а сопротивляться, осознавать, понимать, примерять и идти дальше. Вот, поэтому каждую практику человек может взять сам для себя. Иногда, кидая камушки на стол, можно так высоко взлететь внутренне, что, извините меня, недельные медитации не помогут. Поэтому, чтобы правильно ощутить, даю подсказку. Если у вас внутри, вот здесь, в области груди, в области вашей души, вы ощущаете спокойствие, и у вас нет никакого беспокойства, то это нормальное направление, которое вы можете, по крайней мере, применить. Но если вы ощущаете дискомфорт, вас начинает трясти, вы чувствуете состояние нервозности, подождите, отодвиньте. Это не ваша практика, это вам претит, вы не можете через это пройти. То есть не надо это отгонять, да? Не надо делать ничего насильно. У нас, по-моему, звоночек есть, да? Ну что, давайте послушаем еще звоночек. Алло, алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Алло. Алло, алло, вы в эфире, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. У меня такой вопрос к Фатиме. Фатима, здравствуйте. Здравствуйте. А каким образом можно бросить курить? Да, хороший вопрос. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Андрей. Андрей. Андрей, вы это пробовали делать хоть раз? Пробовал ни разу, не получается своими силами. А что вас заставляет обратно это делать? А во мне живет какой-то второй человечек, который мне начинает говорить, что вот пойди, глядь, пойди, покури, глядь, и все хорошо будет. Он вам платит за то, что он у вас живет? Нет, он бесплатно у меня живет. Бесплатит. То есть поймите такую маленькую вещь. Все вредные привычки, они в первую очередь рождаются у вас внутри. И справиться с этим, либо вы идете к такому надзирателю, как психотерапевт, да, и он вам делает определенные программы. Либо вы находите точку опоры внутри себя и бросаете это дело. Ведь на самом деле... То есть надо найти в себе какую-то точку, да? То есть какую-то... Да, главное не опираться на того квартиранта, который внутри вас. Его выкинуть. Ну, попробуйте. Подальше. Попробуйте. И все получится. Спасибо большое. Во благо. Вот прислали вам браво. Спасибо вам, пожалуйста. Большое. Пожалуйста. Я заговорил. Спасибо вам большое за вопрос. Он, конечно, был очень забавен. Но на самом деле актуален, потому что вот многие поддерживают звонящего. Вот вопрос к вам. Как вы отдыхаете? Такой вопрос. Потому что люди вас видят, как вы работаете, работаете. И говорят, как же вы отдыхаете? Спасибо. Три часа ночи идите. Ну, на самом деле, это очень актуальный вопрос. Я даже могу сказать, что у меня тоже есть очень сильная вредная привычка. Я трудоголик. Поэтому отдыхаю очень мало, очень редко и фактически насильно. Ага. Поэтому, ну вот, в два часа ночи сегодня позвонили. Срочный случай. Когда дети беременны, я это делаю. Да, выезжаешь. Домой ты приезжаешь во сколько? Уже около пяти? Ну, наверное, да. Восемь часов тебе уже вставать. Понятно. Поэтому я с нетерпением жду того момента, когда я могу просто, закрыв глаза, взять билет и уехать хотя бы на один день в любой другой город. И отключить телефон. Вот, кстати, по поводу другого города. Здесь тоже был вопрос. В ближайшее время будете ли вы в Молдове? Молдова под большим у меня сейчас вопросом. Другие города, они в более реальном списке. Я думаю, что вот девушка, которая задавала этот вопрос, Дайина Буток, все услышала. Ну, а у нас есть звоночек, да, по-моему? Алло? Алло, алло, алло. Нет, сорвался звоночек у нас. Ну что ж, если вы сможете, перезвоните, пожалуйста, еще разочек. И мы с удовольствием с вами пообщаемся. Так, сейчас просмотрим, какие же у нас... А, вот. Юлия Прокофьева задает вопрос. Как вы определяете знак зодиака человека? Всех просто, я не знаю, восхищала вот эта вот ваша способность, не зная даже имени. Вот почему-то вот еще знак зодиака с именем связали, но вот тем не менее вопрос есть такой. Имя и знак зодиака фактически не влияют друг на друга, потому что имя – это один энергопоток, дата рождения, другой энергопоток. Но со временем можно заметить, что очень часто определенные знаки зодиака называют определенными именами. Даже так? Да. Ой, как интересно. Так тоже бывает. Ну, это уже практика, это опыт жизни. Вот. На проекте мне просто необходимо было чем-то удивить. Поэтому сказать о том, что это делается очень легко и просто – это нельзя. Потому что идет очень большое смещение. Я вам сейчас объясню, почему. Вот. А на битве просто нужно было удивить, но к этому очень долго готовишься. Испытания, подготовка к испытанию занимает сутки двое, потому что это концентрация большая и момент ожидания к испытанию. Потому что ты стоишь в очереди, ты уже понимаешь, смотришь процесс. Это подготовка серьезная, интересная. И ты находишься там в потоке. А когда ты в потоке, ты видишь чуть-чуть больше, чем положено. Я думаю, что все сейчас просто представили вот этот вот масштаб, который у вас вот прошел, да, за время битвы. Вот действительно, сколько вам усилий пришлось приложить. Так, хорошо. Следующие вопросы просто задаю их подряд, потому что они, ну, действительно, большим потоком идут. С чем чаще всего связана трудность, трудности с денежным потоком в жизни? Человек работает даже сверх нормы, а оплата маленькая. Человек просто чаще всего готов идти на эту работу и готов принимать именно эту оплату. И большое количество людей чаще всего очень ленивы. Как бы они хотели на меня обидеться или нет, люди очень ленивы в развитии себя. Очень много требований. И еще в большинстве людей заложена такая позиция, позиция раба. Они не умеют принимать ответственность за свои решения. И они идут на ту работу, где мало платят. Либо вас что-то не устраивает. Я всегда говорю, не согласны, возражайте. Возражаете, предлагаете. А предлагаете, делаете. Здесь ключевое слово делаете. Делаете. Ну да, да, это точно. Леська Ситникова спрашивает, будут ли у вас семинары? Семинары? Будут? Конечно, будут семинары. Но это только ответ на тот запрос, который идет от людей. Это не мое желание собрать группы, всем читать лекции, учить, как правильно жить. Самое бесполезное занятие в жизни. Точно. Вот. Только лишь для того, чтобы встретиться с людьми и на большое количество одинаковых вопросов ответить единовременно. Ну да. Это экономия времени. А вообще, Фатим, вы берете учеников? Вот так вот, в частном порядке. Что такое ученик и учитель? У меня свое собственное видение на эту тему. Для того, чтобы созрел ученик, должен созреть учитель. Вы поймите, я их не беру. Они сами приходят. Они сами навязываются. Они сами достают. И они сами становятся учениками. И, наверное, пройдя этот путь, они сами и учатся, собственно говоря, да? Ну, отчасти. Да. Или, по крайней мере, подготавливают себя к обучению. Они очень... Вот те, кто доходит до этой ситуации, ученичества, чаще всего это уже готовые ученики и готовые учителя. Поэтому чаще всего, и это очень прискорбно, когда люди задают вопрос, берете ли вы учеником, я хочу стать учеником вашим, вы мой учитель. Эти люди хотят не учиться. Им это не надо. Им нужно быть под крылом сильного человека. И я очень реалистично, а может быть, для других слишком жестко и правдиво смотрю на эту жизнь. Понятно. То есть, фактически, они ищут такую маму, да, которая их будет защищать, направлять. Да. Кто хочет учиться, ему не нужен учитель. Он найдет этого учителя в собственном ребенке, в матери, соседе, бомже, который идет, да? Угу. Либо увидит по телевизору. Да, согласна. Согласна абсолютно. Спрашивают, какую... А, вот, у нас есть звоночек. У нас есть звоночек. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Фатима. Меня зовут Оксана, я из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Очень приятно. У меня, наверное, такой личный вопрос. Мое личное мнение. Очень внимательно за вами наблюдала, пыталась найти какую-то информацию, которая о вас существует больше, чем в битве экстрасенсов. Я убеждена, что чем бы вы ни занимались, вы везде одинаково даетесь бы успеха и известности. Мне кажется, что вы ее заслуживаете. И, в общем-то, я вас считаю особенным человеком. Мне просто хочется понять, вот та известность и популярность, которая сейчас, очевидно, вас сопровождает, для чего она вам? Ждали ли вы ее? Понимали ли, что она к вам придет? И как вы собираетесь ей распоряжаться? Оксана, я отвечу вам словами моей старшей дочери. Когда у нее брали интервью для того, чтобы готовить фильм обо мне, ей сказали, «Аленушка, а как ты относишься к тому, что мама стала сейчас мегапопулярной? Вот уже вам вынуждены поменять там номера машины, колеса спускать, все». Мой ребенок сказал так, «Это для вас она стала мегапопулярной, а для нас она всегда была такой, мы жили так, это всегда так было». Вам отвечаю, вы действительно правы, в любой сфере, в которой я не была, я всегда достигаю определенного высшего мастерства. И если это дальше уже потолок, я меняю направление деятельности. Я в этом жила, я это умею, я это пережила. Для меня просто сейчас новый этап, и он связан не сколько с известностью, с какими-то почестями, с какими-то там вознаграждениями, а с большим уровнем ответственности и взаимодействия с большим количеством народа и людей. Только с этим. Это не связано с какой-то там популярностью. У меня это было всегда. Здорово, но значит, это не последний этап? Конечно, нет. Конечно. Я еще молодая и красива. Спасибо большое, удачи вам. Всех благ. По этому поводу, кстати говоря, спасибо большое за звоночек. Очень-очень-очень много сообщений такого порядка, что вы прекрасно выглядите. Очень-очень-очень вас любят. Так, сейчас перейду к вопросу. Так, сейчас здесь такие вопросы, как... Что? Что такое? А, да, вот как раз вопрос. Мешают ли в жизни способности или всегда помогают? Ну, то есть имеется в виду, скорее, вот это вот бремя, которое вы несете с собой. Я так понимаю, что вот так его можно истолковать. Ян, когда вы встречаетесь с друзьями, да, и кто-то спрашивает, о, была новая выставка, там открылась Куку Шанель, памяти. Вам мешает то, что вы знаете эту историю и можете вести беседу? Нет, не мешает. Правильно? Наоборот, это как-то вам помогает поддерживать разговор и беседу, да? Однозначно, да. Вот. А когда ты рождаешься с этим, ты не знаешь, что бывает что-то другое. Как это может мешать? Это будет абсолютно неправда. То, что это как-то мешает. Да, когда идёт новый виток, когда идут новые знания, когда ты раскрываешься, как бы аспирантуру проходишь в эзотерике, тогда бывает сложно. Сложно это удержать во внимании. Потому что я могу находиться с вами. Сейчас я одновременно веду двух девочек. Одна у меня в реанимации, другая рожает. Вот. Третья у меня идёт на подсадку в другой стране. Ага. ЭКО делает. То есть я их держу во внимании. Сейчас я это делаю очень легко. Ну да, поскольку навык, да? А раньше это было очень сложно, потому что это наслаивалось, наслаивалось. И было очень много. Всё это очень просто. Спасибо. Звоночек просто ещё есть. Ох, друзья. Ну, поехали. Здравствуйте. Алло, алло, алло. Алло, нет звоночек. Алло, да. Алло. Слушаем вас. Нет, не слушаем. Не слышно вас. Перезвоните, пожалуйста, ещё разочек. Ну, а пока зачитаю вопрос. Такой личный к вам вопрос. Каких животных вы любите? Вообще-то я люблю всех животных. Как бы это ни было странно и смешно. Ну, я действительно достаточно любящий человек. Животных люблю всех. Но предпочитаю в доме иметь кошку. Кошку. Вот не знаю, к чему этот вопрос задан. Анжелика Удача задаёт вопрос. Кто такие серые и есть ли они на самом деле? Вопрос непонятен. Я... То есть на него много может быть ответов. В данном случае конкретизация. Кого называют серыми? Это я имею в виду чёрная или белая магия? Наверное, да. Я так думаю, что именно это, да, скорее всего. Ну, те, кто немножко следит за мной, и те, кто принимают мою политику поведения в этом, или же мои утверждения, то они понимают, что у меня нет разделения белого и чёрного. Всё это очень смешно и очень неправильно. Пример привожу опять же. Если это большая аудитория, и люди хотят действительно услышать этот ответ, я его говорю. Атомная энергия, она... Она просто энергия. А приории есть. И только человек решает, что делать. Либо Хиросиму Нагасаки, либо отапливать города и освещать их. То есть точка вот этого перещелкивания, вот этого тумблера, находится в каждом из нас. То есть вот как раз душа и есть тот трансформатор, который принимает решение, что ты сделаешь. Во благо, либо наоборот. Ну да, либо наоборот. Поэтому понятия серого для меня так же не существуют, как понятия тёплого. Спасибо большое. Я вот, например, с вами полностью согласна абсолютно. И тоже всегда так думала, и мне очень отрадно, что вот... Что вы на звонок? Да? Ну вот, что ж, друзья, последний звоночек, наверное, мы сегодня примем. Алло, здравствуйте. Алло. Да. Добрый вечер. Добрый. Как вас зовут? Елена. Давайте, Елена, вопрос. У меня вопрос такой, касается моей дочери. Вы знаете, вот всё, что мы... Она не задумывает сделать, у неё случается всё вот до наоборот. Вот то, что проблемы с личной жизнью, там, со здоровьем. Мы ходим по врачам и никак не можем найти ответ, вот что же всё-таки с ней происходит. Врачи разводят руками, потому что никто не может понять причину. Вот с чем это может быть связано? Лен, скажите, пожалуйста, как это у неё проявляется? И какой первичный диагноз ей ставит, если вы ходите по врачам? Фатима, можно я ей трубку передам? Мы просто здесь вдвоём с ней, вот она вам подробно. Замечательно. Такая консультация у нас в эфире сейчас. Алло, здравствуйте. Фатима, меня Мария зовут. Мария, давай мы так договоримся. Первонаперво я тебе скажу номер телефона, вот, и мы с тобой решим это в частном порядке. Но сейчас для того, чтобы слушателям ответить, скажи, пожалуйста, с какой проблемой лично ты столкнулась? По здоровью. У меня по здоровью очень сильное похудение. То есть врачи обследуют, фактически в космос можно лететь по анализам и не могут найти никакую причину. Ну ты понимаешь, солнышко, всё, что касается потери веса, это проблема внутри тебя. И я тебе только одно скажу. Помнишь, у нас был сюжет про анорексию Ольгу Баженову? Она к нам пришла с весом 33 килограмма. Вчера мы с ней разговаривали, у нас вес уже 40-200. Это колоссальная победа. Поэтому, Мария, она прошла многое. Тебе придётся набраться сил, мужества и терпения выслушать всё, что нужно делать. Поэтому координаты найди в интернете. Я думаю, на моей страничке они все есть. И официальный сайт у меня есть. Поэтому найдите. И я готова с вами встретиться и эту тему обсудить. Спасибо за звонок. Это проблема не только ваша. Спасибо большое за звоночек. Ну что ж, друзья, у нас времени совсем-совсем мало остаётся, поэтому звоночки мы, наверное, уже не будем принимать. Вот. Фатим, последний вопрос, который у меня стоял в списке. Мы говорим крайний, да, потому что я очень надеюсь, может быть, на наше будущее общение. Что нас ждёт в 2013 году? Ну, всё равно с этим вопросом я понимаю, что мы далеко не оригинальны, но тем не менее. Да, я не буду сейчас философски отвечать, что каждого ждёт своё. Я понимаю, что слушателям интересны какие-то конкретные вещи. В данном случае скажу следующее. Перемены будут во всех вещах идти. Они идут давно. Это все сферы, которые только можно будет. Год действительно переломный. Он трансформирующийся. И в нём не будет ничего особенного и ничего спокойного одновременно. Все перемены уже начались. Они идут спокойно. Некоторые фазы будут завершены, и поэтому всем будет казаться, что это случилось именно сейчас. Некоторые будут начинаться и будут развиваться до 2018 года, 2015, 2023, 2025. То есть у всего есть своё время. По конкретике могу следующее сказать. Финансовая сторона вопроса страны, она нестабильна давно. Это мы все замечаем. Но при этом всё удержать стабильность всё-таки удастся. Все критические вещи, которые могут происходить, они будут только во благо. Просто так по-другому уже нельзя. Медицина, обращаю внимание, это действительно колоссальное открытие. Это действительно нахождение не только, как все пишут, лекарства от рака, но и начало зарождения тех препаратов, которые помогут другие лечить болезни наследственные. То есть год змей, он колоссален сам по себе. Всё-таки не просто в медицине, уш является символом. То, что касается личностных взаимоотношений между людьми, они так же, как были и будут. Многие люди этого не заметят. Но хочу отметить, я думаю, так должно быть. В принципе, это будет правильно. Развитие взаимоотношений между мамой и дочерьми. То есть это должно складываться. Мамы должны обратить внимание, что такая специальность, как гинеколог-ювенолог, он необходим. И следить за здоровьем девочки, именно гинекологии в этом году, очень важно начинать. Это будущее, мама. Это будущее нашей страны. Это точно. Поэтому на это надо обратить внимание. Остальные переживательные моменты, они будут идти по всему миру, не только в России. Россия, между прочим, более-менее хорошо. Это, да, по последним событиям, в общем-то, да. И мы удерживаемся, несмотря ни на что. Всё-таки эпоха Водолея нам помогает. Она нас дисциплинирует. Что могу сказать за Кавказ, так как это моя родина? Перемены там как раз начались вовремя. У вас, кстати, слушатели говорят, возвращайтесь, возвращайтесь на Кавказ. Я всегда там, всегда смотрю, мало-то участвую во многих событиях. Вот так, друзья, вас не покидают, если кто слышит нас оттуда. Так, а ещё может быть что-то? Или как? Ну, я не любитель давать жутких прогнозов, связанных с наводнениями, землетрясениями. Это естественные процессы, которые должны быть. Потому что причины этого всего уже заложены в прошлом. То есть констатировать то, что будет, это уже неинтересно. Мне интересно формировать то, что будет. Вот, это во-первых. И это неблагородное занятие, неблагодатное. Если бы можно было из тех вещей, которые не будут ждать моего подтверждения, вот она сказала, это случилось, да, а наоборот, не случилось того, о чём я переживала, тогда для меня это правильность. Значит, нашли выход из ситуации. Согласна. Фатим, скажите, пожалуйста, как с вами можно связаться? Вот у меня в руках бумажечка с надписью вашего сайта, на который, наверное, можно зайти, посмотреть информацию, да? Я сегодня вот буквально туда залезала, смотрела. Итак, друзья, записывайте, пожалуйста. Меня поправят, если что. Значит, английскими буквами, соответственно, адрес фатимахадуева.ком. Правильно, да? И хэ там, кэ, хэ. Обратите на это внимание. Так что, я думаю, друзья, вы найдёте. Или в поисковике же можно набрать, да? Можно всё найти. Найти меня очень просто. На сайте, где не берут с вас денег, где не просят заполнять тесты и анкеты, это мой сайт. Там жизнь, там рассказывается о новости, там есть фотографии, там есть ответы на вопросы. Отлично. А вы, друзья, не уходите, кто нас сейчас слушает, из группы ВКонтакте, потому что я там сейчас напишу сайт Фатимы, чтобы у нас ошибочек не было, и вы прям по ссылочке и перейдёте, собственно говоря, туда. Вот. И можно через сайт с вами связаться, или как-то можно ещё что-то такое? Нет? Или, может быть, приёмная есть какая-то? На сайте и ВКонтакте есть номера телефонов. Поэтому всё можно сделать лично. Я абсолютно доступный человечек. Со мной можно встретиться и в Альпатио, и в дорогом ресторане, и на улице. Я живу обычной жизнью. Со своей стороны, друзья, абсолютно подтверждаю, потому что когда вот я решила связаться с Фатимой, я сделала очень просто-просто, вот, и никаких сложностей не было. Фатим, спасибо вам большое, что вы к нам приехали. Спасибо большое за эфир. Я надеюсь, что вы найдёте ещё для нас время. Обязательно. Это будет очень приятно. Всех благ слушателям. Удачи вам. Успехов. Держитесь, вы нам нужны. До свидания. Ну что, друзья, пока-пока. Удачи всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова